Я очень благодарен Директ Академии Павлу Юрьевичу за приглашение. Если честно, я немного удивлен количеством людей, которые пришли посмотреть на мое выступление. Я не ожидал, конечно, такого. Сразу отвечу на вопрос, будут ли презентации слайды, будут, ничего не потеряется. У меня сегодня такое немножко более свободное выступление, то есть у меня есть какая-то четкая лекция по теме визуализации данных. Но сегодня я хотел немножко как бы с вами больше поговорить о каких-то фундаментальных вещах. Шучу, конечно, нет. Ну, практических тоже. Не будем долго уходить в философию. И вообще я не склонен к наливанию воды, поэтому перейдем сразу к делу. Визуализация данных, которую мы под ней подразумеваем в основном графики и диаграммы, хотя не только, это еще и карты и схемы. Но она будет востребована, она востребована. Я не буду делать такой стандартный 15-минутный блок, зачем нужна визуализация данных. Я думаю, всем понятно, зачем она нужна. Но проблема в том, что иногда вокруг нее возводят какой-то ненужный флер и какое-то ненужное почитание, потому что, ну, типа, вот нам нужна инфографика. Да вовсе не обязательно на самом деле, потому что визуализация данных – это просто способ передавать ваше сообщение, и все зависит от вашей задачи. То есть во многих случаях она просто не нужна, и иногда не нужно пытаться ее вставить прямо вот обязательно куда-то. Соответственно, существует достаточно много ситуаций, где она не является, не используется для передачи сообщения. В частности, это какие-то аналитические дэшборды, это какие-то аналитические процессы. Да, здесь визуализация данных позволяет лучше понять данные или наблюдать за ними в реальном времени и так далее. Но все-таки, когда мы говорим о задачах условных рядовых сотрудников или даже руководителей, или там исполнителей среднего звена, чаще всего это именно задача коммуникации, и это использование визуализации данных, инфографики в презентациях. Соответственно, примерно 90% того, о чем я буду говорить, о тех вещах, о которых я буду говорить, они относятся именно к этому блоку. Давайте с вами попробуем порассуждать. Вот перед вами график, столбиковая диаграмма, если угодно. Что вам здесь нравится, что не нравится, что бы вы хотели переделать. То есть, что вам скорее всего, что вам здесь не нравится, что бы вы здесь переделали, что не так. Так, заборчик, нечитаемо. Яркий цвет фона, да, это безусловно. Все не так, я ждал такой вариант. Тип графика. Вот Сергей Григорьевич, мне кажется, обозначил самую важную проблему с этой визуализацией данных. Основная проблема с ним – это неверно выбранный вид самого графика. Да, из-за этого получается, что немножко бессмысленно. Но вот да, вы считываете ощущение ненаглядности и говорите, что лучше график. Совершенно верно. Да, то есть это самый важный фактор, который влияет на коммуникацию, которую доносит визуализация данных. Собственно, сам выбор типа визуализации. И когда не графика, а диаграмма, это дискутабельный вопрос. Я об этом в своей книге пишу, ладно, сейчас не будем на этом останавливаться. Презентация останется. Вот, я переделал ее вот так, и здесь я хочу показать несколько вещей, которые, собственно, понимая, которые можно практически любой график, который вы делаете с своими сообщениями, делать более наглядным и продуктивным, и эффективным. Самое важное, что здесь есть, ну, понятно, что бросается в глаза то, что был желтый фон, а его теперь нет. На самом деле это не самое важное. Самое важное то, что мы столбики, у нас были две категории, которые менялись во времени, два временных ряда, мы их заменили на линии, и сразу же все стало в разы более наглядным. Да, все остальное, как бы, это уже детали. Ну, еще из важных вещей, которые мы сделали, вместо того заголовка, который был, да, среднеценно первичном рынке жилья Российской Федерации, мы сделали, попытались вынести в заголовок сразу же вывод, и это очень тоже важный момент, которым я еще остановлюсь далее. Мы с вами живем в мире, так сказать, цифровой трансформации, да, и вокруг нас жужжат слова блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, machine learning, deep learning, глубокое обучение, нейросети, VR, AR и так далее, да. А когда все это спускается, так сказать, до уровень конечных исполнителей, мы получаем что-то вроде такого, да, потому что у нас отсутствует, ну, или у нас в целом в обществе отсутствует общепринятая какая-то культура визуального представления данных, хотя в ней нет никаких особых секретов, никаких прям суперсложностей, ну, конечно, как в любой специальности есть свои нюансы, но принципы можно освоить, мне кажется, даже на уровне школы, на самом деле, поэтому очень грустно видеть то, что происходит там в какой-то корпоративной презентации или в презентации на уровне каких-то административных историй. На самом деле, самое важное, ну, визуализация данных – это как бы верхушка айсберга, да, это вишенка на торте, то есть чтобы продукт получился хорошим, да, нужен нормальный сам по себе торт, да, то есть поэтому главное – это понимание того, что происходит в данных, то есть если его нет, то это не получится передать графикам. Вот скриншот сайта «Точность», который создала некоммерческая организация, там, такие дела, и это количество инвалидов по, собственно, субъектам РФ, и здесь обращает на себя внимание совершенно невероятное количество инвалидов в Чечне и в республике Ингушетия, то есть в Чечне их аж 14,5%, 14,7%, в Ингушетии – 13,4%, ну, и на втором месте, на третьем месте Дагестан с 10%, если там почти 11%, вот у нас визуализация данных, которая передает вот это вот сообщение, да, посмотрите, какое гигантское количество инвалидов, значит, в трех республиках Северного Кавказа. Но чтобы мы понимали, если мы понимаем контекст этих данных, а мы понимаем, что в этих республиках, собственно, очень много людей не работает официально, и вообще не работает, и с помощью каких-то там коррупционных или кумовских механизмов они записываются в инвалиды и получают пособие к инвалиды. То есть это вовсе не означает, что в реальности в этих республиках там, я не знаю, прошел какой-то мор или какие-то повальные болезни, которые приводят к инвалидности. Разумеется, это не так, поэтому важно всегда понимать, как данные соотносятся с реальностью, какие есть подводные камни, по какой методологии они собираются, какие есть особенности их оформления, зачем они записываются и так далее. Боевые действия, конечно, велись, и это, наверное, приводит к увеличению количества инвалидов, но я думаю, все-таки не до такой степени. Ну и в Ингушетии они особо не велись, по-моему. А, я забыл рассказать немножко про себя. Я на самом деле по образованию врач, и я работал прям врачом, терапевтом, кардиологом, даже выучился на рентгенхирурга, и первой инфографикой, которую я сделал, то есть у меня вообще все как бы наоборот произошло. То есть обычно начинают с каких-то простых графиков, а потом переходят к очень сложным картинкам, каким-то комплексным, с большим количеством элементов. У меня все получилось наоборот. Я вот первую картинку, которую я сделал, это был научный постер. Я поехал на конференцию в Южную Корею с своей научной работой и решил сделать такой наглядный постер, который показывал, о чем я собираюсь говорить. После этого, собственно, через год условно я начал заниматься инфографикой, и я продолжал делать вот такие вот большие картинки. Ну, то есть я здесь на самом деле не все сам рисовал, я скорее верстал, а картинки я заказывал у иллюстраторов. Постепенно, собственно, я стал заниматься только этим, и в итоге я там перешел в РИА новости в студии инфографики, сделал там несколько, ну, сотню, наверное, проектов, в основном интерактивных, и постепенно я начал переходить как раз к гораздо более простым графикам. Вот. И вот сейчас перегруженная... Это не перегруженная картинка, это интерактивный инструмент. Сейчас мы здесь не говорим о нем, это просто пример работ. И в итоге я стал делать какую-то более простую графику, например, вот такую вот. То есть меня стали интересовать какие-то более простые формы, и оказалось, что в них на самом деле таится много интересного и много нюансов, и в целом меня стала интересовать теория и практика такой бытовой, я бы сказал, визуализации данных. Ну, помимо этого я работал там с образовательными учреждениями, с бизнесом, с некоммерческими организациями и так далее. Мне кажется, я, в общем, со всех сторон познал боль, так сказать, и потребностей всех, кто с этим сталкивается. Ну, и помимо этого работал какое-то время руководителем отдела дата спецпроектов в РБК. Также я веду канал уже года три, посвященный как раз разбору самых обыкновенных, вроде бы простых графиков. Я пишу, то есть, как плохо, что здесь плохого, как сделать хорошо. И в итоге, по результатам введения этого канала и тренингов, которые я проводил, я написал книгу, которая пока вышла вот в электронной версии. И она как бы очень хорошо была воспринята, и где-то первый месяц она вообще была в топ-10 книг всех по скачиваниям в Литресе. Сейчас вы, если вам эта тема интересна, вы можете ее, безусловно, купить, но практически буквально вот на днях, там, в начале следующей недели мы анонсируем предзаказ на бумажную версию, которая должна выйти в сентябре. Поэтому, если вам это интересно, вы можете подписаться на канал, или еще где-то, ну, скорее всего, в канал, да, подписаться на канал, там я напишу, что вот, типа, начался предзаказ на бумажную книгу. Мы позвали крутого дизайнера, который нам сделал прям просто супер-конфету. Будет книга, которую будет, в общем, не стыдно держать в руках, и будет приятно читать. Переходим, как бы, к простым вещам, да, то есть, всем нравится вот эта яркая, красивая инфографика, но по факту на 90% или 80% она обычно как раз состоит из каких-то базовых элементов, то есть, из базовой визуализации данных, которая подчиняется определенным принципам, и не понимая эти принципы, не умея визуализировать и представлять свои данные, скорее всего, получится какая-то не очень хорошая инфографика. Вот пример ролика, скриншотов ролика издания, такое есть Медуза, и ролик-идея была хорошая, да, показать количество оправданных и осужденных в России по уголовным делам. Начинался ролик вот с такого слайда, который сразу меня как бы немножко напряг, потому что здесь какой-то абсолютно вот этот декоративный градиент, и непонятно, то ли оно в ноль уходит, то ли не в ноль, и вот этот странный скос, то есть, тоже непонятно, то ли здесь есть точка с данными, то ли нет, ну, то есть, если ее нет, тогда зачем этот скос, да, то есть, какие-то вещи очень странные. Я дальше стал с этим разбираться и пытался построить эти данные, перестроить в Excel, и они не совпадали с той картинкой, которая нарисована, то есть, здесь я попробовал построить по первой точке и по последней, чтобы сохранялся вот это вот соотношение, у меня тогда базовая линия уехала сюда. Здесь я попробовал построить по первой и по нулю, у меня тогда график съехал вниз. То есть, таким образом я понял, что просто это все нарисовано на глазок. И вот эта вот совершенно дикая, невероятная вещь, которую мы постоянно видим в визуализации данных, в медиа, на телевидении, да везде, когда люди просто рисуют графики на глазок, не понимая, что они нужны для того, чтобы наглядно и точно представлять данные. Это совершенно удивительная история. И дальше появилась еще более странная вещь, то есть, когда над оправданными выросли осужденные, которых 700 там, за 700 тысяч, да, здесь было там 2, 3, 4 тысячи. И получилось, что вот они выросли, да, а пропорции совершенно не совпадают, потому что, ну, здесь кажется, вот визуально, наш глаз считывает это так, что осужденных, ну, условно, там, в 3 раза больше, чем оправданных. А на самом деле, если этот график перестроить, вот видите, вот снизу тоненькая зелененькая полосочка, это вот те самые оправданные, а вот это все красное, это осужденные. То есть, вот реальные пропорции между ними. То есть, и это же можно было как раз в ролике классно показать. То есть, зеленое могло вот так вот сплющиваться, да, а красное могло над ним расти. То есть, как раз анимация бы могла очень наглядно это показать. Ну, то есть, вот, если пытаться тот диапазон, который они здесь изобразили, представить, сохранить динамику между значениями и объем, да, получается, что отрезали от столбиков, ну, где-то, я не знаю, две трети минимум. Ну, и, конечно же, как всегда, все опять на глазок. То есть, это, естественно, абсолютно недопустимо. То есть, люди пытаются делать сложную вещь, сложную инфографику, при этом не понимают, как вообще нужно какие-то абсолютно базовые, простейшие вещи, да, что вообще, как бы, график и должны соответствовать значениям, да, которые они визуализируют. Ну, и последний слайд тоже, собственно, демонстрирует абсолютно... Этот слайд демонстрирует смысл визуализации данных, на самом деле, ну, только от противного, да, потому что если мы сейчас уберем эти значения, то у нас получится впечатление, что, ну, осужденных, там, не знаю, в 7-8 раз больше, чем оправданных, может быть, в 10, трудно сказать. То есть, это, в общем, критерии, на самом деле, более-менее хорошей визуализации. То есть, когда мы закрываем значения, мы должны сохранять ощущение пропорции самих чисел, которые мы визуализировали какими-то геометрическими формами. В данном случае это нарушено, и лучше было вообще не делать эти прямоугольники. То есть, если вы не сделали их пропорциональными друг другу, да, значением, то вы сделали хуже, чем было. На самом деле, пропорции у них вот были бы примерно такие, если бы это можно было показать графическим. Следующая мысль, которая часто приводит к проблемам, это то, что все данные кажутся важными, и все, кажется, их нужно все визуализировать. И это, на самом деле, вот у меня сейчас на слайде замечательный пример японской инфографики. Японцы, они вообще склонны к такой эстетике, то есть, когда даже совершенно вроде бы что-то такое трэшовое и вырвиглазное, и какое-то вот избыточное, да, а это, конечно, с точки зрения визуализации, это абсолютно неграмотно, это нечитабельно и так далее, но они даже это смогли превратить в произведение искусства, добавив сюда разноцветные маркеры, цвета и так далее. Ну, естественно, очевидно, что это не тот подход, который позволит эффективно доносить какое-то сообщение. То есть, единственное сообщение, которое здесь можно прочитать, это хаос, да, какой-то ужасный хаос. У меня был такой интересный кейс, когда я в банке помогал делать презентацию, мне принесли график и говорят, что вот, смотрите, график, я говорю, а что здесь, как бы, какой здесь, как бы, главный месседж, что вот этот вот тренд или вот здесь вот какой-то пик, да. Мне сказали, что нет, на самом деле вот, все самое интересное. Я говорю, подождите, что это такое? Мне сказали, что здесь вот, значит, происходит покупка, там, валюты, какие-то трейдерские операции, значит, и если человек покупает сразу на много денег, да, то цена сразу начинает расти вверх, подниматься. Соответственно, если пользоваться, значит, сервисом банка, то этого не происходит. Я говорю, подождите, а почему так? Ну, то есть в итоге мы сделали вот такой слайд примерно. Я говорю, а зачем, говорю, было вот это вот все тогда, если нужно было только вот этот маленький кусочек? Мне сказали, а вот нам аналитики так выгрузили, и говорят, что типа мы не можем поправить. Ну, то есть вы знаете аналитиков, может быть, среди вас тоже есть аналитики, никого не хочу обидеть, но понятно, что никто не хочет заниматься лишней работой, то есть они там нашли кусочек, который нужен, а дальше уже на стадии, так сказать, финального создания этой инфографики никто не заморочился, чтобы в Excel или еще где-то эти данные очистить и оставить только то, что релевантно для вашего сообщения. Ну, еще один вот мой любимый пример к вопросу о том, как нужно работать с данными и как можно работать с данными, чтобы доносить разные сообщения, которые могут понадобиться. Это достаточно такая известная классическая история. Уровень ВВП в годы первой, второй пятилетки в СССР у всех зависло. Или все еще нет. Так, у кого-то все ок, у кого-то нет. Ага, хорошо. Классическая история. Рост ВВП в СССР. Здесь он пересчитан, то есть уровень ВВП в 1928 году принят за ноль по СССР и крупным капиталистическим странам. И видно, сколь впечатляющий рост демонстрирует СССР. Это действительно так, это настоящие данные, то есть пересчитанные специальным методиком научным в 2018 году. И это на самом деле классический график советской пропаганды, потому что я был на выставке советской инфографики 30-х, 50-х годов. Я видел там точно такие же графики. Да, но если мы посмотрим на графики в абсолютных значениях, да, в долларах США, ну это на человека, естественно, в пересчете на человека, мы обнаружим, что несмотря на этот впечатляющий рост, СССР по-прежнему оставалось, имело кратное отставание, да, по уровню ВВП. И здесь возникает вопрос, да, что из этого правда, что здесь правдиво, что из этого нужно показывать. Вот как вы думаете, какой график правильнее было бы показывать, левый или правый? Выскажите свои соображения, пожалуйста. Да, я согласен с установкой доллара. Все данные пересчитаны к доллару 1900 года, да, все верно. Никаких ошибок здесь нет. Я согласен с тем, кто говорит, что зависит от ситуации, от цели, да, то есть в зависимости от того, что мы хотим донести и что мы хотим сравнить, мы выбираем тот или иной вид графика. Если мы хотим как бы просто максимально полно или максимально быть объективным, то лучше, конечно, показать оба графика. Форма графика не изменилась, просто слева в абсолютных значениях он такой сплющенный, да, потому что он в абсолютных числах меньше, чем графики у США, Англии, Франции, Германии. Здесь он, соответственно, как бы распрямился, да. Это, кстати, еще один пример того. Вопросы о том, какую выбирать размерность для линейных графиков, да, то есть чтобы не быть, опять-таки, чтобы не манипулировать данными, да, то есть обычно говорят о том, что нужно выбирать такую размерность, чтобы форма кривой соответствовала субъективному ощущению, ну, то есть или субъективному, или, скажем так, ощущению от того, насколько значимы эти цифры, хотя это, конечно, достаточно условно, естественно. Ну, это, да, это шутка такая, что это условный график либерала и патриота. В целом мы говорим о том, что есть некая бигдата, да, или там условные какие-то гигантские массивы данных, и часто есть запрос о том, как их превратить в какие-то смысленные циферки, как из них извлекать инсайты, как визуализировать эти большие данные, если говорить грубо, на самом деле чаще всего их не нужно визуализировать. И есть такой замечательный Ричард Сол Верман, который основал конференцию TED, я был на его лекции, и он говорил, что нам не нужна бигдата, нам нужно больше понимания из тех данных, которые у нас есть. Он приводил пример, что визуализировали там несколько миллионов поездок такси в Нью-Йорке, и говорит, что же мы узнали, что почти все ездят в аэропорт и обратно, ничего себе вывод, да. Ну, это понятно, что это ирония некая, и сарказм даже может быть, но в целом процесс работы с данными, как правило, сводится к их агрегации, к превращению из больших массивов небольших датасетов. Понятно, что при этом теряются нюансы, стираются детали, но это позволяет делать какие-то выводы. И еще одна важная мысль по поводу интерпретации данных. Чтобы их верно интерпретировать, я снова возвращаюсь к контексту, это на самом деле моя главная мысль последние годы, которые я пытаюсь до всех доносить, что визуальная картинка финальная, она должна основываться на каком-то глубоком понимании контекста, на глубоком понимании данных, иначе в ней нет ценности, она не приводит к правильным решениям, она не приводит к правильным выводам. То есть всегда нужно искать интерпретацию этих данных вне данных, вне датасета, то есть общаться с экспертами, понимать, откуда эти данные взялись и так далее. И, собственно, это тот же самый мысль, о которой я говорю. Давайте попробуем просто буквально на пальцах понять, какие графики все-таки для чего нужны. Их очень интерпретация зависит от цели. К сожалению, да, но поэтому нужно искать, наверное, как бы я бы сказал, правильных экспертов, потому что всегда найдется эксперт, который подтвердит точку зрения, которые вам нужны. Что мы хотим показать? Ну, то есть графиков есть сотни, а какой из них выбрать? На самом деле все достаточно просто. Есть книжка того же самого Джина Джелязаной, где все это подробно разобрано. Как правило, есть пять основных типовых сценариев того, что мы хотим показать в данных. То есть каждому виду взаимоотношений в данных и какому-то акценту, который мы хотим донести, соответствует свой вид биограммы. Это не кто-то придумал, это не кто-то как бы заставляет так делать. Это просто связано с тем, как работает наше восприятие. То есть наше восприятие тренды лучше видит в форме точечек, соединенных линиями. То есть именно по наклону линии. То есть так работает просто наше восприятие. Если у нас есть распределение, то есть какое-то нечто целое и распределение внутри него каких-то групп, здесь подходит круговая диаграмма или ее заменители. Если есть именно распределение значений, то есть как много значений попадают в какой-то диапазон, например, как часто какие-то покупаются товары, за какую сумму, какие покупки чаще всего совершаются. Это гистограмма. Ну и связь график рассеивания. Сейчас посмотрим парочку примеров. Мой любимый пример. Ну сейчас будут очень мои любимые примеры. Что вам не нравится вот в этом графике? Что вас здесь смущает? Это график с сайта одного из регионов России, одного из небольших городов. Смерть зеленым, рождение красным. Да, безусловно. То есть, видимо, в этом городе смерть – это некое благо и освобождение, а рождение – это путь к страданиям. На самом деле здесь та же самая история, которую мы видели про цены на недвижимость. То есть, если у вас есть 2, 3, 4 категории, линейный график всегда выиграет у столбиковой диаграммы. На самом деле, даже если у вас одна категория, и вам важен именно тренд, легко будет распределить, легко будет смотреть это в виде линейного графика. Соответственно, самый простой вариант, то есть, ось можно было обрезать, можно было не обрезать, это не так критично для линейного графика. Ну, на мой взгляд, все-таки было бы корректнее, наверное, пересчитать это на тысячу населения, потому что, может быть, население менялось, и, собственно, здесь мы придем к стандартной статистической истории. Смертность настолько-то, рождаемость настолько-то, и по разнице между ними мы высчитываем естественный прирост или убыль, соответственно, населения. Достаточно простая, типовая история. Обратите внимание, да, как прям меняется восприятие просто от того, что мы поменяли, грубо говоря, столбики на линии. Это на самом деле меня не перестает удивлять, то, как это происходит. И еще один пример примерно на ту же серию. Я назвал эту визуализацию, график «Радуга смерти». Что вас здесь смущает? И что бы вы переделали? Как бы вы переделали этот график? Непонятно, наверное, ничего. Да. Все надо переделывать. Всегда хороший совет. Вот есть вариант про круговую форму. Смотрите, вот то, что сейчас здесь есть, это же разновидность круговой диаграммы. Это полукольцевая диаграмма. То есть она также пытается показывать части и целое. На самом деле, в каком-то смысле, это логично. И вот именно даже вот этот график можно было бы сделать наглядным. Если, например, увести в какой-то цвет в один... одни возраста, и, да, скажем, начать с 60, то есть вот этот цвет, это 60+, да, и мы бы увидели, что примерно там, условно, две трети умерших, это люди старше 60 лет, например. То есть все могло бы быть намного лучше. Но здесь, конечно же, переизбыток цветов, и очень насыщенная легенда, которую сложно сопоставлять. То есть я попробовал, на самом деле, оставить вид вот этот, да, кольцевая, там была полукольцевая, сделал кольцевую диаграмму, попробовал сделать ее логичной, да. То есть я расположил их данные по кругу, сделал осмысленные цвета, то есть чем моложе возраст, тем менее яркий цвет, разнес выноски, чтобы они не слепались. Но все равно это было совершенно ненаглядно. Но стоило мне просто засунуть это все в Excel, вставить в обыкновенную совершенно обычную гистограмму, да. Да, 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 вы совершенно правы. Здесь, конечно, корректнее оставить здесь пустой столбик. Ну, то есть надо было потратить еще 5 секунд, вставить пустую строчку 6-10-0. Ну и вообще по-хорошему надо было делать равные диапазоны, на самом деле. Ну, не более 7-9, я бы сказал, не более 3-4, наверное, да, так же, как и секторов, не более 3-4. И еще один очень странный пример. Зависимость явки. Вот я, кстати, часто вижу вот именно вот такие графики. Вообще все, что я показываю, это какие-то совершенно типовые ошибки, которые я вижу регулярно. Я их, скажу страшную вещь, я их собираю, их коллекционирую. Зависимость явки и процентов голосов. Ну, то есть очень странно процент чего-то, да, совмещать, нормировать на 100%, да, с их явкой, потому что, ну, как бы, по идее процент за единую Россию это часть от явки, да, то есть она не может друг с другом, то есть все, что вы поставили друг на друга, да, вы это как бы суммировали. Вот это надо понимать, это важная история. Ну, в общем, на самом деле можно это сделать разными способами, можно сделать столбиками, но я хотел показать классический вариант, классический вариант для подобного вида взаимоотношений между данными, то есть попытки проследить их связь между числовыми какими-то значениями, это график рассеивания. То есть здесь очень какая-то странная, да, история, ну, подозрительная, чем выше явка, тем выше процент, но я думаю, что на такой выборке сложно сделать. Да, можно сделать, это не гистограммы, гистограммы относятся только к распределению, гистограммы это калька с английского, но в русском языке это не гистограммы, гистограммы относятся только к распределению, в русском языке это называется столбиковая или линейчатая диаграмма, ну, это если говорить о терминах. Поэтому часто мы видим, собственно, в среде у менеджеров, чиновников, В бизнесе и так далее. Окей, хорошо, но я говорю о классических определениях, хотя термины не так важны, мне кажется, здесь. Поэтому часто люди, когда хотят сделать что-то хорошее, реально хорошую презентацию, они обращаются в какие-то дизайнерские или слайдеры, как сказать, компании, которые занимаются слайдами. Казалось бы, это логичное решение, обратиться к специалистам, чтобы они сделали хорошо. Но, к сожалению, крутые дизайнеры часто тоже плохо делают инфографику. Это удивительно, но это так. Вот я разбирал как-то такой альбом, который сделали про новую Москву, там заказ мэрии Москвы был. Очень красивая обложка, дорогая, с тиснением и так далее. Здесь плохо видно, это скриншоты с их сайта. И вот самая первая диаграмма, которую я увидел, она сразу же меня вызвала недоумение. Как так? Во-первых, здесь очень странные ступеньки, это кольцевая, но она для красоты со ступеньками, которые ничего не означают. Но самое странное здесь, даже не странная, это ошибка обыкновенная. То есть в сумме эти сектора, я их сложил специально, посчитал на калькуляторы, они не собираются в 100%. Как это возможно, да? Дальше все было еще хуже. Там были такие вот красивые треугольнички, которые, ну, вы скажете мне тоже, что это специально сделано, что это манипуляция. То есть типа это один год, да, и следующий год, там что изменилось, неважно даже что. Я попытался их тоже перестроить в Excel, и, ну, в общем, они даже не совпадали по размерам со столбиками. То есть должны были быть другие пропорции. На самом деле для любых площадных значений нужно апеллировать к их площади, когда вы визуализируете. Соответственно, вот такими могли бы быть или должны были быть правильные пропорции. То есть сейчас разница между вот этими треугольничками, она показывает значительно больше изменения, чем есть на самом деле. Я на самом деле даже не думаю, что это делается по злому умыслу, вот по моему опыту. Мне кажется, что это просто непонимание того, как нужно делать. То есть просто визуализируют на глазок. На этом примере я даже не буду останавливаться, здесь тоже все плохо. И коротко о каких-то основных ошибках, да, то есть будем соответствовать теме нашей лекции. Вот, кстати, еще один замечательный пример, я про него писал в канале в своем. Это презентация студии Лебедева для НГТУ имени Баумана, для Бауманки. И там я обнаружил вот такой график, который вызвал у меня недоумение, да. То есть здесь все значения, они выглядят странно. Особенно странно выглядит вот это. То есть здесь 29, а здесь 15 должно быть примерно в два раза больше. А выглядит оно максимум в полтора раза больше. И это относится, в общем-то, ко всем значениям, которые здесь есть. Я долго пытался понять, что здесь происходит. Мне же проблема в том, что графический дизайнер не является специалистом в работе визуализации информации. Я вижу здесь огромную проблему, ну, потому что человек занимается, собственно, представлением информации в презентациях. И получается очень плохо. То есть если ты не умеешь этим заниматься, занимайся графическим дизайном. Тогда найди кого-то, кто разбирается. Либо разберись сам. Потому что на выходе получается плохой результат. Пирамидки и треугольники, да, можно применять. Ну, как бы, если есть особенно какой-то контраст. Да, они не очень точные, но тем не менее. Вернемся к нашему примеру про МГТУ имени Баумана. Поэтому я все-таки вычислил в итоге, почему и как это получилось. Снизу здесь отпилили примерно два с половиной. Ну, я видел, чтобы обрезали столбики. В принципе, так делают, хотя это ошибка. Но чтобы сверху обрезали кусок данных, такого, честно скажу, я не видел никогда еще и ни разу и нигде. Это просто какой-то ноу-хау. Ну, то есть, ну, это абсолютно нелепо, да. То есть, взять столбики, обрезать, не знаю, в слайд не влезало, да. Многие люди не умеют интерпретировать графические образы, они будут смотреть на цифры, так что это не очень страшно. Уважаемая Светлана Геннадьевна, как раз смысл моей лекции наполовину состоит в том, что это очень-таки страшно. И смысл визуализации данных в том, чтобы если мы закрыли циферки, мы поняли соотношение значений. Если одно не соответствует с другим и не бьется, это вызывает вообще какой-то когнитивный диссонанс. Это усложняет коммуникацию, да, возникает так называемая мискоммуникация, да. Ну, здесь точно такой же пример, да, то есть, один аллерголог, там, от 150, это один человечек, а 5, 1700. Ну, то есть, зачем так было делать, да, то есть, явно они не бьются и не совпадают. Еще один замечательный слайд из той же презентации. Здесь вообще много всего интересного и великолепного, но самое прекрасное, конечно, здесь. То есть, у них за 6 лет по ЕГЭ разница 1 балл, и это считается достойным визуализации, в принципе, да. Но при этом столбики настолько сильно обрезаны, что возникает как бы реальное такое физиологическое ощущение, ну, какого-то значимого роста такого. Знаете, процентов, ну, на 10, наверное, выросло. Это вот из серии для тех, кто не читает, кто читает только циферки, да. Некоторые, наоборот, циферки не читают, посмотрели, о, ну, растет вроде, нормально. На самом деле, столбики должны всегда начинаться от нуля, потому что это как любая площадная фигура. Она, вся ее площадь визуализирует значение, то есть, фактически, мы просто отрезаем значение. И вот в данном случае просто, на самом деле, можно было вообще сколько угодно отрезать, можно было вообще сделать, вот это было бы 7,5, например, да, а вот это было бы 7,6. А почему нет? Да, ну, я так утрирую, конечно. И еще один мой любимый, один из моих любимых примеров, это искажение оси времени, да. То есть, в данном случае количество неверующих и православных возникает полное впечатление о том, что количество православных росло постепенно, да. То есть, вот форма кривой, она нам показывает не только рост и снижение, она нам показывает скорость роста и снижения, да, то есть, скорость нарастания и снижения показателя. А здесь все связано с тем, что здесь 89, 90, 91, 92, а потом 97. Это суперчастая ошибка, да, то есть, в данном случае она реально вводит в заблуждение и дает нам неправильные выводы, потому что, ну, должны быть на оси х, да, если это ось времени, реальные интервалы между датами. Если вы показываете линейный график, то есть, можно сделать столбики, да, это будет корректно, но, как мы уже видели ранее, это не очень наглядно. Поэтому, по идее, график должен быть вот такой, у нас реальная линия времени, и мы видим, как быстро в конце перестройки и в начале, там, после распада СССР, по опросам, как быстро выросло число православных. То есть, это достаточно критичная принципиальная история. Для этого как раз и нужна визуализация данных. Не то, что лучше, он правильный. Может быть, он не идеален там по дизайну, но с точки зрения самого, самой визуализации данных, это обязательно. Ну, про площадь мы с вами уже говорили, на этом не будем останавливаться, да, то есть, вот эти вот наши замечательные столбики, да, что значение для площадной фигуры, именно глаз считывает не радиус, не диаметр, глаз считывает всю площадь фигуры, соответственно, ну, как бы, очевидно, исходя из этого, что нужно быть корректным и здесь. Хотя непонятно, зачем в Excel есть кнопочка кодировать диаметром. То есть, Excel сам подталкивает людей делать неправильно. Ну, и вот этот замечательный пример, да, наверное, его делали, не знаю, пиарщики Билайна, потому что у Билайна 34 недобросовестных рекламных сюжета, у Мегафона 35 практически столько же, но выглядит, как будто у Мегафона раза в два больше. Это происходит из-за использования вот этой вот круговой диаграммы в перспективе, да, и вот эти все 3D и спецэффекты, они очень сильно искажают значение, то есть все, что лежит вот примерно посередине здесь, да, оно чуть ли не в два раза изменяется, их пропорции. И, в принципе, вот эти все, ну, не, сумма больше 100%, это не проценты там были, это было просто количество сюжетов, поэтому не страшно. Вот эти все приемы, они, их, разумеется, следует избегать, то есть вот эта трехмерность, она практически не считывается, как псевдотрехмерность. Но я бы рекомендовал избегать и вот эти вроде бы невинные изменения, когда добавляются в стандартных экселевских программах градиенты, какой-то небольшой псевдообъем, псевдорельеф вот здесь, да, и так далее. На самом деле, казалось бы, ну, что в этом плохого? Вроде бы, ничего плохого в этом нет. На самом деле, если вы, ну, зачем люди это делают? Они хотят сделать покрасивее и поинтереснее. Но если человек не может сделать поинтереснее график без этого, то это ему не поможет, такие приемы. А если он может это сделать без этого, то, скорее всего, он не будет этим пользоваться подобными ходами. И еще одна моя важная мысль, это опять-таки, ну, я не говорю на самом деле ничего нового, то есть там в западной... Почему я написал книгу, да, потому что это все уже давным-давно известно, это все уже там на Западе напечатано 20-30 лет. Как? А у нас это все вот как бы где-то в среде специалистов крутится, и это для них как бы очевидность, а для остальных людей это пока не попало в их как бы для большинства в их видение, да, то есть кто-то про это, конечно, знает, но, к сожалению, мало. Соответственно, вот у меня была такая история, я в канале написал про вот этот график видомостей, и говорю, что, ну, написал, что зачем здесь вот эта вот чудовищная сетка, да, клеточка такая тетрадная, из-за нее все такое шумное, и очень все пришлось делать крупнее и жирнее, чтобы это вообще можно было прочитать. И еще и здесь есть шкала, которая с этой сеточкой не совпадает, это прям очень тяжело на это смотреть, очень больно глазам практически, вот, чтобы было не скучно, информативно и красиво, безусловно, хочется этого, но сначала нужно начать как бы от печки, да, от базы, сначала корректно, а потом уже красиво. И я написал про этот пост, его перепостили в Facebook, и там туда позвали девушку, которая делала этот пост, потому что, ну, как бы сообщество очень узкое, да, там дизайнеры в медиа, она говорит, не виноватая я, у нас шаблон такой. Вот, и ей как бы говорят, какой шаблон, что 2017 год на дворе, это какие-то прям 90-е стайл. Она говорит, ну вот да, это такой шаблон сделали в 90-е, чтобы графики ведомостей никто не воровал. Я реально попробовал вот эту клеточку вытравить в Photoshop, нереально проще было заново сделать, но я, собственно, и сделал заново, сейчас бы я еще попроще сделал более аккуратно. Но самое интересное, через где-то месяца два или три я летел на самолете, взял газету, все там в Аэрофлоте дают прессу перед стартом, открываю ведомости, а там... А там вот такой график, то есть прошло буквально два месяца, и, видимо, вот это мой пост стал последней каплей, и они решились таки поменять шаблон, ну, и сделали, ну, практически такой Financial Times. Ну, мне не очень нравится сам макет, какой-то он немножко зажатый, на мой взгляд, но с точки зрения чистоты и аккуратности стало, конечно, в тысячу раз лучше. Еще одна сложность обычно с графиками, это то, что, вот по моему опыту, преподавание большинству людей дается сложнее всего, это функциональное использование цвета, то есть в идеале, в визуализации данных, любой цвет должен быть осмысленным и делаться не просто так. Да, вот самый простой, банальный пример, если мы возьмем, там, статистику первого сезона канала Дудь, с интервью, там, с известными людьми, да, стандартная, во многих программах стандартная раскраска, это просто сделать разноцветные столбики, это вау, это классно, это привлекает внимание, это вот из серии, вот хочется, чтобы было не скучно, да, вот не скучно, да, но мы можем цвет, как бы, сделать, чтобы он служил нам, нашим задачам. В данном случае появляется гораздо больше смысла и так далее. Если мы не хотели бы какой-то смысл сюда вносить, мы могли бы просто эти столбики сделать одноцветными. Еще один пример, который хочу показать, о том, что все-таки не существует, есть некий роудмэп, да, есть некие советы, рекомендации, там, по тому, как правильно выбрать диаграмму, как правильно оформить, но нет какого-то универсального варианта, как его прям вот, чтобы сделали красиво, да, как в фотошопке. В фотошопе кнопка «Сделай красиво». К сожалению, в визуализации данных такого не бывает. Вот я как-то нашел такой график, статистика посещаемости канала рэпера «Фараон». Я не знаю, кто это, если честно, я не слышал ни одной песни, но мне просто график не понравился, я захотел его переделать. На самом деле, совершенно стандартная история, демографические, такие полувозрастные показатели, обыкновенная совершенно тема. Вот именно, что в фотошопе нет такой кнопки, в визуализации данных тоже ее нет. В итоге я загнал вот эти данные в Excel, пронумеровал их и решил провести опрос, какая визуализация из них кажется более наглядным. Давайте тоже попробуем ответить. Это совершенно обычные, стандартные варианты, варианты экселевские, да, просто я первый попавшийся потыкал. Круговые диаграммы нет, мне не то чтобы не нравятся. Ну, их часто делают неправильно, вот, но в целом у меня нет к ним предупреждения. Мнение ученых, мнение нашей аудитории сильно разошлось. В целом, для фанов рэпера ставить первый вариант, это хорошая идея. Большинство людей, с которыми мы общались, в общем, победили варианты 2 и 4, ну, когда мы проводили опрос в нашем сообществе, на самом деле это один и тот же вариант, 2 и 4, просто второй повернут на 90 градусов. В общем, я попытался пофантазировать, что бы я делал, если бы я, допустим, был администратором этого канала и продавал рекламу на нем, и вариант, ну, сейчас не будем углубляться в особенности вариантов, потому что у нас уже время, к сожалению, заканчивается. В общем, я сделал такую презентацию, то есть я начал с того, что больше мужчин, чем женщин, а дальше я сделал, на самом деле, обычную полувозрастную такую пирамиду, только перевернутую. И почему я ее сделал? Потому что здесь есть значительный контраст. Да, на основе второго варианта я сделал полувозрастную пирамиду, инвертировав одни столбики в другую сторону. Я ее сделал, потому что здесь есть значительный контраст между вот этими значениями и вот этими. То есть здесь явно видно, что девушки созревают до рэпера-фараона быстрее, чем мужчины, но при этом так же быстро как бы к нему и остывают. Соответственно, в классическом виде, может быть, если бы значения между мужчинами и женщинами были примерно равны, наверное, я бы и не стал так делать, потому что когда столбики стоят рядом друг с другом, их было бы проще сравнивать, если бы значения были минимально отличались. Но предположим, что я пытаюсь продать рекламу именно у меня человек хочет купить рекламу таргетированно на девушек малой 16 лет. Я мог бы сделать, например, тогда зайти вот с такого графика, а если у меня нет таргета, например, у меня есть, то есть я показываю на всю рекламу, на всех, да, но у меня есть мужчины, есть женщины, а есть девушки 16 лет. А если у меня, например, есть конкретный таргет, да, я могу показать, что вот, смотри, у меня 16 лет, девушек вот именно столько. А может быть, я могу делать только на девушек, да, но при этом я хочу акцентировать внимание на том, что девушек малой 16 лет в группе у меня много и среди девушек, да, то есть у меня, допустим, таргет только по полу, но не по возрасту. Тогда я, например, сделаю вот так, например. Либо у меня вообще много групп, там, Фараон, Оксимирон, Хаски и всякие другие рэперы, да, я делаю вот такую серию из графиков, где показываю в каждой группе, сколько у меня. То есть, смотрите, все зависит от конкретной задачи, да, и от того, что мы хотим подчеркнуть. Нет какого-то универсального графика, хотя данные-то вроде бы те же самые. Все зависит от того месседжа и от того сообщения, той задачи, которую вы хотите показывать. Поэтому стандартные диаграммы Excel никогда не сработают. Они не знают, что вы хотите, кому рассказывать, с какой целью. Ну и последняя мысль в качестве завершения, что, естественно, их задает человек, который работает с данными, то есть человек, который владеет пониманием о том, какие данные есть, но часто это делает именно дизайнер в содружестве с редактором. А, нет, мы еще не закончили. Вот слайд «Управ делами президента о количестве обращений», отбросив общую пестрость этих слайдов и перегруженность их текстами, мы получим, это один слайд. Здесь четыре на самом деле слайда, а не один. То есть даже если оставить то же самое оформление, ну, в клеточку, конечно, да, даже если оставить то же самое оформление, уже это читаться будет намного лучше, если будет хотя бы один график на слайд. Хотя именно в данном случае это немного странно, потому что здесь время идет справа налево, и, в принципе, сама информация о том, что, ну, 22 тысячи, ну, 24, ну, 22, то есть в чем месседж? Наверное, основной месседж в том, что просто примерно по 20 тысяч поступает сообщений каждый раз. То есть для человека, который не в теме, это достаточно важная могла бы быть информация. Ну, и последний пример, который я покажу, остальное будет в презентации. Вот у меня был такой слайд, это вышка, я сейчас там работаю, тоже помогал с презентацией. Никогда не вставляйте в презентацию таблицы. Если вы хотите дать дополнительную информацию с таблицами, просто отдайте ее отдельным файликом вместе с презентацией, после презентации, чтобы люди почитали. Сейчас, как бы, да, здесь выделена Россия, но ее невозможно сравнить с остальными странами, потому что, ну, человек будет говорить, а вы будете читать таблицу, это очень сложно. Я попробовал это переделать вот так. То есть, ну, я на самом деле не знаю, это мне нужно было делать вместе с автором презентации, чтобы он сказал, что да, основная мысль действительно вот такая, я ее не знаю. Но я попробовал предположить, что, ну, естественно, часто делается, чтобы не могли понять. Да, я сталкивался с такой логикой, особенно среди чиновников. Они говорили, что мы специально делаем так, чтобы было ничего непонятно. Ну, это совершенно другая история. Мы говорим как бы о белой магии, а не о черной магии. Мы говорим о том, как хорошо, а не о том, как плохо. Таблица инфографичная, согласен, но все-таки не в презентации, на мой взгляд. В презентации должно быть что-то, то, что человек успеет прочитать, посмотреть, пока вы говорите. А вообще, да, таблицы очень инфографичные, я тоже в книге про это пишу. Ну и завершая наш замечательный доклад, что почитать, я вам оставлю, все останется у вас, да. Я хочу еще раз просто пролистать последнее. Книга. Все, что я говорил, есть в книге, только гораздо более подробно. Будет, еще раз напомню, скоро будет предзаказ. Вот буквально анонсирую в понедельник или во вторник, анонсирую предзаказ на бумажную версию книги, которую сделал очень хороший дизайнер. И в сентябре мы планируем уже начать, собственно, отправлять книги. Если есть пара вопросов, готов ответить. Спасибо тем, кто уже купил книгу. Дизайн немного отличается от электронной. Нет, в смысле, дизайн сильно отличается, но там некоторые даже графики переделаны. И все мелкие ошибки, которые были, мы поправили. Всем спасибо. Очень приятно еще раз, что позвали. Прям невероятно увидеть такое количество людей, которым интересна эта тема. Я в медицине не жалею, что ушел, конечно же. Вот. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...